Россия-24, российский федеральный государственный информационный телеканал, входит в состав Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Начал вещание 1 июля 2006 года. История 15 мая 2006 года. На встрече в Сочи по поводу 15-летия ВГТРК генеральный директор холдинга Олег Добродеев пообещал президенту России ВПУТИНУ запустить информационный телеканал. 1 июля 2006 года в 19 часов по московскому времени началось спутниковое вещание телеканала Вести в базовом пакете НТВ+. Официальное вещание началось с выпуска новостей, ведущей которого стала Анна Шнайдер. Первым главным редактором телеканала был назначен Дмитрий Медников, а главным продюсером Игорь Шестаков. 1 января 2007 года началось эфирное вещание телеканала А. 7 февраля 2008 года стартовало вещание на западном побережье США. 19 мая 2008 года начинается бесплатное распространение сигнала телеканала в кабельных сетях Сербии. 9 октября 2008 года начало вещание на эфирной частоте в Киргизии. 17 ноября 2008 года телеканал вошел в тройку наиболее влиятельных средств массовой информации. 1 января 2010 года проведен ребрендинг телеканала путем изменения наименования и логотипа «Свести» на «Россия-24». 26 октября 2012 года было объявлено о смене главного редактора. На эту должность назначен Евгений Бекасов. 6 декабря 2012 года был убит телеведущий «Вести» Кабардино-Балкария. Казбек Геккеев на канале объявлен траур. Логотипы информационная строка стали черно-белые. 22 марта 2013 года в ДТП трагически погиб телеоператор ВГТРК Евгений Лагранж, работавший в итальянском корпункте. 17 июня 2014 года под Луганском погибли журналисты телерадиокомпании Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Съемочная группа ВГТРК попала под минометный обстрел вблизи поселка Металист под Луганском. Звукооператор Антон Волошин погиб на месте, а корреспондент Игорь Корнелюк получил тяжелое ранение и позже скончался в больнице. 4 июля 2014 года стало известно, что вещание канала запрещено в Молдавии до 1 января 2015 года по причине несоответствия программ канала Кодексу телевещания в Молдавии. Ранее его вещание было приостановлено на территории Латвии, Литвы и Украины, но при этом с 1 марта 2014 года телеканал «Россия-24» получил эфирные частоты для вещания в Крыму и Севастополе вместо отключенного за долги телеканала «Черноморская ТРК». 15 июня 2016 года телеканал сменил графическое оформление. Вещание «Телеканал Россия-24» входит в первый мультиплекс цифрового телевидения России. Критика. После создания канала большинство экспертов говорило о том, что телеканал является политическим проектом и будет оказывать влияние на общественное мнение перед парламентскими и президентскими выборами 2007-2008 годов. Однако в последнее время телевизионные критики говорят о высоком профессиональном уровне канала. В 2011 году во время выборов в Государственную Думу канал «Россия-24» показал кадры с табло, на которых сумма процентов голосов за все партии, поданных в Ростовской области, превышала 146%. Глава Ростовского областного избиркома Сергей Юсов заявил, эти данные не имеют отношения к официальным данным Центризбиркома. По словам Юсова, во-первых, в Центризбиркоме совершенно по-другому были выстроены табло, на которых бежали цифры, во-вторых, все политические партии были расположены строго в том порядке, в котором они были расположены в избирательном бюллетене. Руководство канала «Россия-24» никак не отреагировало на эти обвинения, факты фальсификации в информационных программах. На фоне окончания выборов президента Грузии в октябре 2013 года журналист телеканала Наталья Литовков, посвященная этому событию программе «Факты», рассказала об итогах президентства Михаила Саакашвили. Ведущая заявила о том, что с 2002 по 2013 год ВВП Грузии снизился в три раза. По оценке международных экспертов, в стране вырос уровень коррупции, а безработица за этот период выросла с 12,5% до 15%, однако заявленные в передаче цифры не соответствовали действительности. ВВП страны, по данным МВФ, вырос с 3,4% до 15,9% миллиарда долларов. Безработица снизилась, а в индексе восприятия коррупции Transparency International Грузия за этот период поднялась с 85-го места до 52-го. Однако, по мнению Артема Цирина, объективность этого рейтинга сомнительна, также имеется свидетельство ангажированности ТИАИС Национальным фондом демократии, ведущим деструктивную деятельность. 1 марта 2014 года на телеканале был показан сюжет о якобы перестрелке в Симферополе, которым показали украинских боевиков с закрытыми лицами и тело российских военных, лежавших неподвижно на земле. Зрители обратили внимание на то, что показанные бандировцы были вооружены новейшими российскими автоматами АК-100 серии и гранатометами РГ-94, а под трупами российских военных в камуфляже не было следов крови. Свидетели съемок репортажа, съемочная группа крымско-татарского телеканала АТР при выяснении событий перестрелки были избиты неизвестными. По словам крымско-татарских журналистов, на самом деле в результате стрельбы не было никаких человеческих жертв. Сюжет о скандале с Виктором Шендеровичем. 11 февраля 2014 года телеканал «Россия-24» посвятил 7-минутный сюжет программы «Вести в 23 часа» сатирику Виктору Шендеровичу и его посту про Точинскую Олимпиаду, которым автор сравнил фигуристку Юлию Липницкую с немецким олимпийским чемпионом 1936 года Хансом Вильке. На четвертой минуте эфира был пущен комментарий бывшего пресс-секретаря движения нашей Кристины Потупчик, представленной как блогер. На фоне ее комментария были показаны кадры компромата Нашендеровича, снятого скрытой камерой в 2010 году. Тогда при различных компрометирующих обстоятельствах были также засняты лидер национал-большевиков Эдуард Лимонов, экс-лидер ДПН и Александр Белов, политолог Дмитрий Орешкин, главный редактор журнала «Русский Ньюс Уик» Михаил Фишман и политик Илья Яшин, позднее обращавшийся в Генеральную прокуратуру в РФ с требованием найти и привлечь к ответственности организаторов и исполнителей. По мнению политолога Федора Крашенинникова демонстрация в прямом эфире видео, сделанного скрытой камерой и вторгающегося в частную жизнь простого человека, свидетельствует о панике в среде государственных журналистов. Однако возможная степень влияния на аудиторию вполне может сравниться со степенью влияния многих политиков, освещения событий на Украине. По мнению Елизаветы Сургановой и Константина Бенюмова авторов издания «Лента.ру» в 2014 году, в ходе освещения событий на Украине «Россия-24» отошла от нейтральной позиции. Так, в своем эфире она сообщала о том, что на Майдане действуют провокаторы, а подразделение «Беркута» – единственное, что не дает перерасти этому в гражданскую войну. Несмотря на то, что приглашенные эксперты признавали наличие в Киеве мирных протестующих всех погибших 20 февраля «Россия-24» окрестила боевиками, журналист телеканала отметил, что не понимает, зачем их тела фотографируют и показывают в эфире украинские СМИ, но добавил, что возможно. Таким образом они пытаются вызвать жалость западных политиков. При этом телеканал обвинял иностранные СМИ в перекосе и давлении на украинские власти, которые, по мнению государственных журналистов, говорят лишь о потерях среди протестующих и обвиняют в гибели людей руководства Украины. 20 февраля 2014 года в ходе освещения Евромайдана за комментарием о ситуации в Крыму государственные журналисты обратились к депутату Верховной Рады, Автономной Республики Крым Леониду Пилунскому. Оппозиционный депутат критически отозвался о правящей партии регионов и указал на то, что в автономии нет никаких беспорядков и только местные власти занимаются нагнетанием обстановки. Через полторы минуты его речь пропала из эфира посередине фразы, а запнувшаяся ведущая объяснила это неполадками со связью. Сам крымский парламентарий позже рассказал о том, что во время разговора с ним телевизионщики просто бросили трубку, ничего не объяснив. По его мнению, это свидетельствует о том, что в Москве не хотят слышать правду. 3 марта 2014 года российский музыкант Борис Гребенщиков на своей странице в Facebook выразил свое недовольство тем, что телеканал «Россия-24» в сюжете об Украине использовал часть его песни «Поезд в огне», упрекнув журналистов канала в том, что, ненавидя одних ради других, они играют на руку дьявола. 12 июня 2014 года в сообщении об обстреле села Семеновка фосфорными зажигательными снарядами телеканал использовал кадры из репортажа CNN 2004 года, бомбардировки войсками США города Фалуджи. 23 февраля 2014 года в эфир телеканала вышла программа «Мнение», в ходе которой российский публицист и общественный деятель Александр Проханов и телеведущая Эвелина Закамская обсуждали политический кризис на Украине. Александр Проханов указал на то, что ему кажется странным, что российские и европейские еврейские организации поддерживают Майдан. Он назвал их поведение слепотой, сравнив с тем, что в Европе до 1933 года многие поддерживали фюрера, и сейчас своими руками приближают Второй Холокост. На эту реплику Эвелина Закамская, согласно Кивая, добавила, они первой приближали также депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции «Яблоко» Борис Вишневский и Александр Кабринский обратились с письмом к руководителю телеканала «Россия-24», где потребовали как минимум публичных извинений за произошедшие в программе. Также в письме указано, что высказывание ведущей может подпасть под закон о противодействии экстремизму УК РФ. По мнению секретаря Союза журналистов России Павла Гутентова было бы правильнее наказать не ведущую, а лиц, определяющих политику канала. По состоянию на 2015 год Закамская продолжает быть ведущей канала «Россия-24», 10 апреля посетила молодежный форум «Мой город, моя Рязань» в Рязанском государственном университете, где рассказала, что в условиях напряженной работы можно не предавать своих внутренних убеждений и всегда следовать за правдой. За предвещание на территории Украины, 24 июля 2014 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины объявил, что содержание программ каналов «Первый канал», «Всемирная сеть», «РТР Планета», «Россия-24», «НТВ» и «Мир», «ТВСИАЙ», «Россия-1», «НТВ», «ТНТ», «Пятый канал», «Звезда», «РНТВ», «Лифейньюс», «Арти», «РБК» не соответствует требованиям Европейской конвенции о транснациональном телевидении. ИЧИ, 1СТ, 42 закона Украины о телевидении и радиовещании, тем самым запретив их трансляцию на территории Украины. Ограничение вещания российских каналов на Украине было раскритиковано как руководством России, так и самими каналами. МИД России назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ. Агент-директор «Первого канала» Константин Эрнст призвал украинские власти отменить решение, противоречащее нормам международного права и интересам абонентов. Неоднозначно было это решение, воспринятое в Европе. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович называла приостановку вещания ограничением свободы слова. Однако позже Миятович заявила, что такая практика может быть обоснованной, если она служит защите фундаментальных ценностей. МИД РФ призвал Миятович избегать в своей деятельности двойных стандартов и избирательного подхода. В сентябре 2015 года канал включен в санкционный список Украины. Санкции предусматривают блокировку активов и приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств со стороны Украины. События. 8 августа 2014 года во время трансляции байкерского фестиваля «Возвращение» организованного клубом «Ночные волки» и проходящего в Севастополе. Телеканал «Россия-2» вместе с официальным твиттер-аккаунтом новостного канала «Россия-24» показали свастику, составленную участвовавшими в представлении актерами в «Черном». Само мероприятие было посвящено присоединению к России и Крыма. По данным сайта Крым, реалии байкеры, сформировавшие свастику, хотели указать на события, происходившие в Украине во время Евромайдана. Логотип «Телеканал» сменил четыре логотипа, нынешний пятый по счету. Награды премии. 18 ноября 2008 года «Телеканал» стал лауреатом конкурса «Лучшая телекомпания года», проводимого Национальной ассоциацией телерадиовещателей. 26 сентября 2009 года «Телеканал» стал лауреатом премии «ТЭФИ-2009» в номинации «Специальный приз Академии Российского телевидения». 15 октября 2009 года «Телеканал» стал лауреатом премии «Золотой луч» в номинации «Информационный канал». 20 ноября 2009 года «На церемонии Hotbird TV Awards» «Телеканал» получил специальный приз «Ютлсад». 9 декабря 2012 года «Телеканал» стал победителем Всероссийского конкурса журналистских работ в рамках «Айви» Всероссийского фестиваля по тематике, безопасности и спасения людей МЧС России «Созвездие мужества» в номинации «Лучший документальный фильм» или «Репортаж за фильм «Москва. МЧС». Как все начиналось, 6 декабря 2013 года победителями Всероссийского конкурса журналистских работ в рамках во Всероссийского фестиваля по тематике, безопасности и спасения людей МЧС России «Созвездие мужества» стали. В номинации «Запрофессиональное освещение деятельности МЧС РФ» главный редактор Евгений Бекасов. В номинации «Запрофессиональные журналистские качества и информационную поддержку МЧС РФ» журналист и ведущая Екатерина Гринчевская. 2 июля 2015 года победителем национальной премии «Медиа-менеджер России» 2015. В номинации «Электронные СМИ» стал главный редактор Евгений Бекасов. Продолжение следует...